так всем привет я пришла на маникюр еще раз решила зайти к вам в прямой эфир потому что я удалила тот эфир кстати знаете что подскажите мне раньше когда я пересматривала эфиры там показывались комментарии а сейчас типа комментарии исчезли это у всех так или это у меня какой-то глюк сейчас подождите секунду у всех были но на самом деле с вопросами было много интереснее когда раньше читала мне намного больше нравилось потому что там я видела вопросы которые я не замечала во время прямого эфира вот так короче жалко на самом деле мне больше нравилось когда вопросики показывались так 你好你好 你是中国人吗 Как песня называется? Не знаю. Это радио. Я сейчас на маникюре. Потому что я уже не могла ходить. Я вчера же не сделала маникюр, потому что дома была с ребенком. Мне прям было плохо, что у меня нет маникюра. Не люблю ходить без маникюра. Салам, салам, Ташкент. Брови татуажные? Нет, брови у меня свои. Все свои. Даже не выщипанные, как видите. Я их даже не выщипываю практически. Красиво, очень спасибо. Какая помада у вас? У меня, кстати, не помада. А у меня тут два коронавируса. Один такой темно-коричневый, а другой светленький. Цвет у меня будет опять красный. Я люблю почему-то красный маникюр. И хочу опять красный маникюр. Брови классные, спасибо большое. Да, кстати, брови классные мне, потому что я в свое время, когда была мода на вот эти тонкие брови, я их не выщипала. Поэтому мне очень повезло. Вы в другом месте делаете уже. Кстати, прикол сейчас вам расскажу про то место. Представляете, в тот вечер. Помните, где я делала маникюр с вами? Мне не понравилось. Я же очень скромная, вы были со мной в прямом эфире, подошла к хозяйке и сказала, что мне не понравилось, как мне сделали маникюр. На что, короче, я ушла в солярий. Это прямо, получается, вход в солярий около ресепшена. Я закрываю дверь, и они начинают меня обсуждать. И они такие, да, она это специально сделала. Ну, короче, начали меня обсуждать, мне очень неприятно стало. И маникюр что-то говорит, все, типа, с нее деньги не берите, мне ничего не надо. Я в итоге все равно заплатила, вот, и перезаписалась на маникюр. Перезаписалась на маникюр к девочке, которая всегда ходила. И, значит, звоню ей. А, нет, в 1 часа я к ней записана, они мне в 11.30 звонят и говорят, типа, что Юля вас не может принять. Я говорю, дайте, пожалуйста, Юле трубку. Юля такая берет трубку, то сначала она курила, то сначала она ходила в туалет, то у нее был понос, то у нее была золотуха, то еще там что-то. Я, короче, в итоге все равно до нее дозвонилась, и она мне говорит, вы знаете, Тат, я вам хотела сказать, что, типа, я здесь место арендую. И после вашего, типа, прошлого выкрутаса я больше с вами не хочу работать. Я просто была в шоке. Ладно, если бы у меня была какая-то грубая подача, ну, я бы это поняла. Или как-то я себя повела бы высокомерно. Ну, не знаю, ну, что-то бы сделала не так. Ну, это, ну, не знаю, мне было очень приятно. Во-первых, когда я была в солярии, я еще открыла дверь, я говорю, вообще вменяемая. Я говорю, как можно обсуждать клиента, когда он находится за дверью? Ну, вот как такое? Нельзя подождать? Вот я сейчас через 10 минут уйду, и вы можете меня хоть бить там на словах? Я просто была в шоке. Ну, как бы ладно, не хотят, не хочет и не хочет. Я особо не расстроюсь. Просто я, как бы, к ним постоянно ходила, на постоянной основе. Если бы я была такой, какой-нибудь залетная девочка, я бы понимала. Но когда ты ходишь туда на постоянной основе, то есть я в солярии хожу к ним там каждый день. Ну, это салон в моем районе. То есть я хорошо, ну, мне было неприятно. Там такая хозяйка, ей 80 лет, видимо, у нее уже совсем макароны сварились. Ну, раз она стоит и обсуждает, как бы, своих клиентов, прям, с клиентами, может, это нормально, я не знаю. Может, я просто что-то не понимаю, еще не доросла. Вырасту, пойму. Как нужно себя вести? Может, у меня тоже будет салон, вот, будут ко мне приходить клиенты, а я прям буду их на месте же обсуждать. Не отходя от кассы. Ну, я тоже считаю, что это ненормально обсуждать. Даже если бы я была кончена говном, если честно, вот даже, даже они все равно не имеют права это обсуждать, пока я не уйду, даже если бы я была последним человеком на земле. Вот уйду, потом можно про меня говорить. Ну, мне кажется, это этика такая рабочая. Но не всем дано, к сожалению. Значит, больше не ходи туда. Я тоже там больше не хочу ходить, но у меня там абонемент в солярии. Кстати, вот этот момент меня очень напрягает. Я купила себе 100 минут, как раз только купила, и они у меня там лежат. И мне теперь, если честно, гордость не позволяет туда прийти, блин. Ну, блин, я бы не ментик, жалко. Где вы купили такие серги? Кстати, эти серги я купила в Эчендеме, но это было очень-очень давно. И меня все спрашивают про эти сережки. Все говорят, такие крутые, типа так дорого выглядят. Они вот из Эчендема, они вообще недорогие. Я приду к тебе в салон, посмотрю. Кстати, я вообще редко кого-то. Я вообще, кстати, я обратила внимание, я никогда никого особо не обсуждаю. Вот такие, короче, тела. Наоборот, задрав нос, сиди. Ну, может, так и надо. Так, а зайду с горло поднятой головой. Или нет, знаете, как туда прийти надо? Надо какую-то одежду надеть, которую не жалко. Прям вызволяться, как свинья в грязи, чтобы прям вся грязь стекла. И так не в салон прийти, загорать. Чтобы они долго-долго мыли потом свой салон после меня. Или что еще придумать? Какую пакость сделать? Таточка, ты всегда? Так. Блин, я не рассыпала. Короче, вы там что-то меня про диету спрашивали. Я вам расскажу сейчас свою диету. Вчера. Я, короче, позавчера вообще ничего не ела. Вообще ничего. У меня был разгрузочный день. А потом, короче, я когда приехала домой, у меня внизу там ребята молодые работают на охране. И они мне подарили шоколад. Ну, я дома лежала. Я вообще специально, короче, ничего не покупала сладкое домой. И, значит, у меня вот этот разгрузочный день. Мы с Бэти сидим дома, никуда не выходим. И я со мной... Все, прошел разгрузочный день. Я сплю на эту конфетку. Точнее, плитку шоколада. Я ее вчера одна съела. Вот, прям всю плитку съела. Сначала думала только половинку с кем. А потом потихонечку начала перебираться к остальным частям. И все съела. А, вот он тут сидит. Спасибо за шоколад. Вот, и, короче, сажала всю пачку. Вы мне страшны, как я худею? Вот так и худею, блин. День пачка шоколада, день ничего не потребляю. Только вы так не делаете. Я не могу такое пропагандировать. Так делают только нехорошие люди. Как я. Разлейте воду горячую, чтобы не смогли вымыть пол. А почему? Что нельзя мыть пол с горячей водой? Наоборот, мне казалось, здесь инфекция. Так. Можно разыграть этот абонемент или отдать бомжу какому-нибудь. Блин, там у них такие хорошие лампы, если честно. Я из этого расстроена. Там реально очень хорошие лампы. Туда ходят даже старики всякие, мужики. Причем я была в шоке. Они оказываются своим любовницам. Они туда ходят, а потом любовницам рассказывают, что они на море где-то отдыхали. Прям взрослые мужчины. Я была в шоке. Я вообще удивилась, когда деды прям ходили в солярии. Я была в шоке. Дедушки, прикиньте. Ну, нет, с другой стороны молодцы. Ухаживаю за собой. Так, как ваша мама? Моя мама отлично. Она в Таиланде уже три месяца или четыре. И еще будет целый месяц там. Прилетай в Нью-Йорк. Нью-Йорк, привет. Я получила визу в Америку, но я так и не доехала до Америки. Но я очень-очень-очень сильно хочу. Но не зимой обязательно хочу поехать в Нью-Йорк, когда будет хорошая погода, чтобы можно было погулять. Откуда это знаешь? Ты мне рассказывай там. Столярий очень вреден. Да, понятное дело, что вреден. Девочки, на сегодняшний день все вредно. Вообще дышать даже вредно этим воздухом. Ну, что теперь делать? Мы же дышим. Продукты мы едим, они тоже вредные. Мы в магазине ничего нормального не покупаем. Так, почему ты до сих пор Блюм? Почему ты не сменишь фамилию? Ну, во-первых, у меня куча обязательных документов. Я как бы мне не 15 лет, что-то как захотела паспорт. 14 лет, и мне она такая, ну, все. Вышла замуж, развелась, можно фамилию поменять. У меня ИП, у меня университетские документы. Я вот заканчивала университет в Китае. То есть, так же школа. То есть, у меня все, ну, то есть, я и так уже все поменяла. Права, документы, ИП, университеты, все сертификаты. То есть, у меня все, все, все уже поменяно на эту фамилию. И я не могу себе позволить второй раз ходить и менять все эти документы и летать. Поэтому я не могу уходить и менять фамилию, как за хлебом. Если бы у меня, ну, если бы у меня не было больше никаких документов, кроме паспорта, то, конечно, я пошла бы и поменяла. Ну, если я буду менять, то только на Тата Шайн. Но мне пока не разрешают. А я сейчас эту зарядку уберу, вот так поставлю. Я недолго. Нет, вот так поставлю. Спасибо большое. Извините, пожалуйста, за беспокойство. Так, пальчики-пальчики у меня, представляете, вот этот ноготь нормальный. Вот видите, длинненький, этот нормальный. А вот этот сломался, некрасивенький. Вот эти красивенькие. Короче, все красивенькие, кроме вот этого. И вот этого. И так же на другой руке. Кстати, почему Шайн? Потому что я люблю все сверкающее. И я, короче, себе придумала даже лозунг. Я хочу быть Тата Шайн. И сделайте лозунг. Me, myself and I be like Tata Шайн. Я не знаю, но мне так нравится. Ну, типа, вот, Me, myself and I по-английски это все я. Просто, ну, как бы, даже не знаю, как это перевести. В русском такого нету. Просто есть одна песня моя очень любимая. Ну, не любимая, но очень старая. Такой классический джаз. И там такие слова есть. Me, myself and I, we all in love to you. Или with you. Типа, me это я, myself это тоже я. Только, ну, кто знает английский, тот поймет. И I это тоже, естественно, я. И типа, вот мы все влюблены в тебя. Ну, вот. И я хочу, короче, такую же, только в Тата Шайн. Помимо myself and I be like Tata Шайн. Хочу, чтобы у меня был лозунг, как у Maybelline в Нью-Йорк. Помните, вот это в рекламе показывали? Все в восторге от тебя. А ты от Maybelline. Короче, у меня будет такая же хрень, только в Тата Шайн. Как вам? Ну, мне не разрешают поменять ник в Инстаграме. Мне говорят, что в Блюм, типа, это более... Типа, так прикольно. Давайте проведем голосование. Как вам больше нравится? Тата Шайн или Тата Блюм? Мне Тата Шайн больше нравится. И себе в описании напишу свой лозунг. Супер, супер, супер. Так. Так, Тата, покажи браслеты. Вот у меня браслетики. А этот... Ну, сейчас на второй руке я не покажу. Шайн. Вам больше нравится Шайн? Мне тоже. Кстати, я рада, что вам нравится. Я бы даже сегодня поменялась. Если мне разрешат такое сделать, я бы с удовольствием такое сделала. Лучше, лучше, супер. А вам почему нравится? Вам Тата Шайн понравилось? Или вам мой лозунг понравился? Так, Блюм, Шайн. Шайн, Шайн. Тата Шайн. Шайн. Ого, вас так много. Так, Блюм. Шайн, Шайн. Очень красиво и звучно. Шайн, Шайн. Ну, во-первых, Шайн это сверкать означает, да? Переводится как сверкать. И я бы хотела, чтобы с темой, типа, смысл этого лозунга заключается в том, что, типа, я в этой жизни хочу сверкать. И, типа, если вы хотите быть ближе ко мне, типа, вот, вы тоже сверкаете. Ну, нет, подожди, как это правильно вспомнилось? Не ближе ко мне, а. Ну, да, типа, сверкайте, как я. Смысл заключается в этом, в конце, типа, лозунга. Типа, да, сверкайте, как я. Мы будем все вместе сверкать. Кстати, прикольно, мне так нравится эта идея. И в конце любого видео так, вот это будет фразочка. Шайн. Шайн, Блюм. Нет, тогда лозунг не складный. Типа, me, myself and I, be like Tata, shine. Это, как бы, более складно. Чем, me, myself and I, be like Tata, Blum. Ой, be like shine, Blum. Ну, очень. Shine bright, like a diamond, like beautiful, like da... Блин, я сейчас плохо спела. Like beautiful, like diamond in the sky. Shine bright, like a diamond. Так, здесь люди, а я пою. Так, не чувствую. Так, шайн, мир у наших ног. Shine, блин, я что-то не увидела. Что за песня, скиньте мне, я тоже хочу посмотреть. Как твои имя по-настоящему? Меня так его зовут, Tata. Просто полное имя Татья. Сокращённо Tata. Что за ИП у тебя? У меня ресторанная. Любимые духи, Рожа или Роха 51. Мне тут просто кто-то вчера написал, что я неправильно говорю. Вообще для меня всегда были Рожа 51. И у меня английское произношение ужасное. Мне все американцы говорят, что у меня чисто американский акцент. О чём вы говорите? Во-первых, я 18 лет сдавала TOEFL и собиралась учиться в Yale University при Манхэттене. Поэтому не вам не говорить о моём английском языке. Для начала поступите хотя бы. Получите бумажку на то, что вы можете учиться в Америке. Вот эта бумажка у меня есть. А у вас есть? С вашим произношением шикарным. Я думаю, что мой английский довольно-таки хорошо. Так. Нет, это не очень хорошо, но это нормально. Это не так плохо, как ты говоришь. Таточка, расскажи, пожалуйста, почему вы перестали заниматься кондитерской. Потому что я открыла кондитерскую на Тверской. И когда мы с Валерой разводились, и когда мы типа шли спасать там свою семью, мне сказали, что типа я не имею права рекламировать свою кондитерскую, я ничего не имею права про неё говорить. Но я изначально отказалась. Я говорю, если мне ничего нельзя делать с кондитерской, тогда я не пойду на проект. Меня, конечно, развели очень хорошенько. Но это был мой супруг. Нам сказали, что мы без друг друга не сможем прийти на проект. Только как бы под соусом спасти свою любовь. Иначе никак. И он говорит, и мне сказали, что ну что, вот квартира, конкурс, где-то за такой короткий срок ты ещё выиграешь квартиру. Типа хрен с этой кондитерской. Я подумала, действительно, выиграю ребёнку квартиру. Я улетела на Свешелых. Пока была на Свешелых, маме отправила деньги, чтобы, потому что, прикиньте, я была бы на Свешелых, я не могу контролировать бизнес, который я только-только открыла. И всё, через 10 дней сами видели результат, что сделал Валера. И мне пришлось как бы оттуда убежать. И мне уже было плевать на деньги, плевать на бизнес, плевать на то, что я там всё, считай, закрыла. И никакие деньги, мне уже ни квартира, ничего не интересовало. Поэтому я уже ушла с проекта. Точнее, не ушла, а убежала. Мне уже было плевать. Ну, с точки зрения, вот как... Я считаю, так делать неправильно нельзя так было делать. Это будущее нашего ребёнка. И так подставлять друг друга нельзя. А он мне говорил, что ты здесь, типа, сидишь, плачешь. Ты на самом дорогом курорте в мире сидишь, тут, типа, рыдаешь. Не знаю, мне было так горько и так больно, что мне было плевать на всё, и поэтому я убежала. Так, какие рестораны? Вы же плакали из-за кольца, которые вам не подарил ваш парень. Ну, потому что вы несёте... Я уже как три года была замужем. Поэтому тот период, когда вы... Поэтому про того парня, про кого вы вспоминаете, уже слишком много времени прошло. Я уже этому парню ребёнка родила, которому уже два года. У вас немножко старая информация. Таточка, привет, я такая милая, я только зашла в эфир. Скажи, пожалуйста, ты смотришь песни на ТНТ? Блин, я не смотрю песни на ТНТ, я вообще не смотрю, если честно, на телевизор. Причём у меня целыми днями дома играют только вот эти вот лунтик, либо вообще ничего. Я вот вообще не люблю телевизор. Я не знаю, почему. У меня просто дома ещё очень большой телевизор, может, поэтому. Мне больше маленький нравится. Я вот как будто чувствую вот... Как это объяснить? Энергия же исходит от телевизора по-любому какая-то. Я прямо чувствую, меня же давит телек. Не знаю, меня очень раздражает. Ты сама рожала? Да, я рожала сама. Ты специально игнорируешь этот вопрос? Какой? Нет, нет, нет. Так, кто тут пишет? Так, Настюша. Блин, таточка красавица. Рада, что опять в эфире зашла, немного на тебя посмотреть. Привет, моя хорошая. Очень рада, что ты ко мне пришла. А вообще, в целом, понравилось на сейшиках? Да, мне понравилось. Там и красиво. Прикольно там. Ну, долго невозможно, конечно, наверное. Сегодня хорошо выглядишь, правда? Спасибо, мне приятно. Таточка, привет. Скажи, где взяла сережки? Девочки, еще раз вам всем повторяю. Это сережки H&M. Но я не знаю, сейчас они будут продаваться или нет, потому что я их покупала сто лет назад. Тата, поздравь меня с днем рождения. Хазмурат, Хазмурат вас зовут? Хазмурат, я поздравляю с днем рождения. Желаю вам всего самого наилучшего. Так, что делать с любимым? Он меня прогнал, не звонит. Мне плохо, ответь, пожалуйста. Говорю, ну что тебе посоветовать? Тут же понимаешь, что зависит от внутреннего я. Да, то есть если ты действительно, если ты не можешь себя перебороть, да, и ты его любишь, и ты понимаешь, что ты не сможешь манипулировать, то, конечно, что надо брать телефон, звонить ему и унижаться. Если же ты как бы готова переступить через себя, то, конечно, я бы тебе посоветовала ему не звонить, не писать. Я уверена, что он сам объявится. Главное, не страдать. Вернулась бы на дом? Нет. В качестве участницы нет. Когда я там была всей семьей, мне было выгодно. А так мне неинтересно, конечно. Вот, я поэтому тогда второй раз не хотела возвращаться, когда с Валерой списываю любовь, потому что я понимала, что мне это, ну, невыгодно. Одно дело с семьей, а другое дело, одна это фигня. Ну, лично для меня, для всех по-разному. Привет, Германия, привет. Это Сергий от Сглаза? Нет, это не Сергий от Сглаза, но можно думать и так. Ведущий, конечно, вернулась бы. Меня просто никто не зовет. Но, конечно, да, я бы вернулась. Вот именно ведущий, да. Привет, Нальчик. За семью, нет, за семью никто, ну, никто больше не платит, просто в семье больше человек. Ты уже не один. Вот и все. Это логично. Тебе зрение плохое, ты хмуришься? Да, у меня ужасное. Зрение минус 3,25. Замуж собираешься выходить? Собираюсь. Ну, не завтра, но вообще собираюсь. В планах у меня такое есть. Так. Так. Почему хочешь уехать в другую страну? Потому что я и так всю жизнь прожила в другой стране. Я всю жизнь прожила за границей. И мне ближе, чем здесь жить. Все говорят, я себя переделала. Мне, честно говоря, тоже надоело. Все про эти переделки говорят. Блин, посмотрите. Все прекрасно меня видели. У меня такой же нос, такие же глаза. У меня ничего не изменилось. Я не делала никакие операции. Просто я похудела на очень многое сейчас. То есть раньше я весила, блин, 59 килограмм. А сейчас я вешу 49. Есть разница вообще. Мне просто худое лицо стало, и все. Больше у меня ничего не изменилось. На этом фоне у меня ярко выраженные скулы и губы. Но губы все делают, господи. В наше время губы это как за хлебом сходить. Мне этого не скрывать. Да даже если бы я что-то делала, мне тоже этого не скрывало бы. Что в этом такого? У меня даже грудь не сделана. Как сделаю, расскажу. Я не собираюсь грудь делать, но вообще. Что в этом такого? Тем более, вы все знаете, что все все делают по бартеру. Никто за это деньги не кладет. Это все в интернете бы давным-давно гуляла. Все мои и нос, и глаза, и нос, жопа, руки, губы. Все, что бы я сделала, давным-давно гуляла по интернету. Ну, почему-то ничего не гуляет. Не понимаю, почему. Я не знаю, мне все говорят, что я сделала нос. Вот я не вижу разницы. Вот как я пришла на проект с таким носом, с таким же я ушла. Меня всю жизнь называли носатой. Я не вижу никаких изменений. Как была носатая, как вы говорите, так и осталось. Здесь. Я тогда ее опять искала. Ну, где вы видели, чтобы я делала нос? Ну, покажите мне хоть одну фотографию. Где вы видите разницу между той девочкой, которая пришла на проект тогда и сейчас? Просто есть дни, когда я очень херово выгляжу, выглядела на проекте, потому что мы там жили. И есть дни, делала какой-то скрин, где я просто уродина. Ну, уродина я и сейчас бывает. Бывает такое, что просыпаешься и думаешь, господи, на что ты похож? Просто обрезала обезьяна. Там и все, и ты плохо выглядишь. И в эти дни я не фотографируюсь, не захожу в прямые эфиры. А там просто я не могла себе позволить не выйти в прямые эфиры, потому что я жила на всю страну. Всегда такое бывает, когда ты плохо выглядишь, когда ты хорошо. Причем здесь свое или не свое. Ты зайди, посмотри, когда я пришла на проект. Что, у меня новый нос? Нет, точно такой же нос. Губы. Я и на проекте делала губы. В чем разница? Нет, просто я так уже часто пишу, такое ощущение, что люди просто хотят видеть. Я бы с удовольствием, просто покажите мне действительно, что вот разный нос или что-то разное, что что-то прям сильно изменилось. Я как бы с вами соглашусь. Косметология и операция – это вообще абсолютно разные вещи. Я просто очень сильно похудела. Это очень сильно меняет человека. И зубы сделала. Вот зубы, они очень, конечно, тоже меняют зубы. Вот, я сделала зубы. Это меняет. Все остальное не меняет. Скулы, я вешу 49 килограмм. У меня жопа растет. У меня верх всегда был худой. У меня очень тонкая. Посмотрите, какие у меня кости. Я вся костлявая. У меня очень худой верх. У меня нет груди. У меня видно ребра. То есть я очень костлявая. У меня верх очень худой. У меня большой только низ. У меня растет только жопа и икры. Все. И скулы у меня свои такие. У меня папина форма лица. Просто у меня верх худой. Низ большой. Все. Что, не будем эти кусочки? Еще ничего не делаем. Не хочу. Как может человека не измениться, если ты был жирный, стал худой? Конечно, ты, блин, изменил. Ой, блин, зарядка. Был жирный, стал худой. Ну, прям жирный, конечно, тоже не было. Там, кстати, сильно фотошопит. Я в интернете видел. Так, а год, блин, я не успеваю имена читать. Меня спросили, как себя чувствует папа. Моя папа намного все лучше чувствует. Вы выписывали. Все нормально. Все намного лучше. Покажи ногти. Пока нечего показывать. Еще ничего нет. Нет. Ну, вот. Вот что там? Ольга.